В территориальный отдел Видное 6 микрорайон входят в основном новые жилые комплексы и главные проблемы местного населения дороги и нехватка парковочных мест. Жители в первую очередь волнуют вопрос строительства дороги, которая сейчас непосредственно спрашивает сроки реализации этого проекта, сроки завершения дорожных работ. У нас очень много вопросов возникает по содержанию, содержание дорог в зимний период, содержание объектов благоустройства в зимний период и, конечно же, запаркованность центральных дорог большегрузным транспортом, обычным легковым транспортом, то есть невозможности уборки обочин дорог из-за припаркованного транспорта. Пообщались с представителями администрации округа и жителей соседней деревни Сопронова. После проведения газификации дорога на главной улице нуждается в срочном ремонте. Обращались по поводу строительства дороги, так как дорога отсутствует от слова совсем. Пообещали принять меры по строительству дороги. Еще одной жительнице Сопронова Кире Паньковой представители управления образования пообещали рассмотреть вопрос о предоставлении помещения для дополнительных занятий по художественной гимнастике. Я обращалась к Ефману Иванову Сергеевичу с вопросом, чтобы нам разрешали иногда хотя бы в воскресенье дополнительно заниматься в гимназии. Приглашенный тренер, когда к нам приезжает, если у нее единственный свободный день это воскресенье, мы ее приглашаем, она с нами занимается. И поэтому я обращалась к Иванову Сергеевичу, чтобы нам разрешили заниматься в воскресенье в гимназии. После приема руководителей профильных служб на вопросы жителей отвечал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. В начале встречи глава проинформировал собравшихся о строительстве Южно-Латкаринской автодороги, проходящей по территории микрорайона. На сегодняшний день, если коротко появляем, основной ход Юлы будет запущен до конца года, то есть без съездов, имеется в виду прямой. До 2026 полностью уже со съездами эта дорога заработали. Обрабатываем решение, чтобы для наших жителей пересечение и пользование Белой было максимально бесплатно, чтобы из одной части города в другую по Юле можно было бесплатно добираться. Жительница микрорайона Купеленка Светлана Зимцова попросила главу об организации встречи по вопросу заездов со строящейся трассы на улицу Фокина. У нас просто есть несколько мест, которые должны заехать, и они в своем проекте сделали еще возможность заезды с Фокина. То есть это возможность туда. В принципе, на трассу есть возможность попасть в других мест, чтобы не было возможности попасть в спальню микрорайона. Глава также рассказала о новых образовательных учреждениях в микрорайоне, которые уже в ближайшее время будут введены в эксплуатацию. Еще обсудили тему парковки большегрузного транспорта и благоустройства территории. Наталья Буслава, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.